Девушки отдыхают Взяв свою долю имения, ты ушел от отца Ушел в страну удовольствия, похоти и греха Там расточил радость, мир, покой, все свое имение И огорчил тебя, любящего Возвращение брата Олейника, Юрия Так, будем подчинять наше служение Что так дружно, дружно, правда? Вот так, подъезжаем, никому не мешаем И проводим такое общение Я хочу всех вас приветствовать Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вот это я подразумеваю, что медвесты Разумеваем, что Вин воскрес Его немаи в гробах Пришли, хотели побачить Кажут, Его нет здесь Его нет здесь Если кто-то у вас сомневается Можем организовать поездку в Иерусалим Поехать, поделиться, что Вин есть там Есть такие сомневающие? Нема? Нема там! Вин воскрес измерки! И, друзья, сегодня суббота И мы благодарим Бога, что Бог дал нам Такую прекрасную нагоду Будь ласка, пенсионеры, можете прийти сюда Мы проводим служение Благодельного фонда ВИДВАГА Будь ласка, прийдите и отримайте Безкоштовный хлеб И проводим эту акцию благодаря пожертвованию брата Юрия Олейник Юра и Ирина Олейники Это бывшие жильцы нашего города Выехали в штаты И они стараются, хотят помогать пенсионерам Хоть трошки, помощливости И мы рады, что мы можем участвовать И можем помогать В хорошей справе, в доброй справе Знаете, недавно я беседовал с одной бабушкой Она говорит, что все подорожало, все подорожало, подорожало Она говорит, что я сделаю Она говорит, что пенсия так и закончилась Я не знаю, я разумею Но мы не должны забывать, что Бог забыл о нас Сегодня мы не были бы тут Благодаря Богу Мы хотя бы неделю раз Мы можем Три раза Мы в трех разных местах Проводим такое образное служение Чтобы хотя бы трошечки Что такое неделю раз Получить хлеба бесплатно Это маленько Дуже маленько Но зато цель Внимание Божье Что Бог хочет нам говорить Что вы не забывали о нас Вы не бачили о нас Мы взываем Мы просим Молимся И мы стараемся И мы просим всех пенсионеров Благодарствовать Идите сюда Отримайте бескоштовный хлеб Сегодня я хочу прочитать одно местописание Дуже ведомое место Это написано Ведлуки 19 главе Написано Потом Иисус вошел в Ерехон И проходил через него И вот Некто именно Захей Начальник Миттери Человек богатый Искал видеть Иисуса Кто он И не мог за народом Потому что мал был ростом Я думаю Что вы уявляете картину Начальник Миттери Начальник Миттери Людина Который Мал великую должность Я вам скажу Что для того Пенсионеры Приходим бескоштовно Отременный хлеб Не дивиться на стороне А подойдет Встаньте И отримайте Безкоштовный хлеб И булочки Ведь благодей на фонду Ведвага Благодаря пожертвованию Семи оленей Будь ласка Не соромиться Подойдите И слухайте За одно слово Божие Там встаньте Черки Встаньте Там Кидзи 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 А у вас есть черка Доброе Это человек Богатый Богатый человек Но Знаете У него сердце Загорелось Побачить Иисуса И люди Знаете У нас немае Такое богатство Такое Будучи богатым Будучи Начальником Руководителем Он искал Видеть Иисуса У него горело Сердце Божание Да мало того У него Еще был Короткий рост Как мы Кажем Лилипут Может Не знаю Ну маленький рост Но Все равно Не смотри Не думайте Что у него Был маленький рост У него Было желание Бачить Иисуса Друзья Ничто Нас Не должно Пошкодить Або Будет Перешкодой Побачить Иисуса Если Людина Хочет Чтобы Почув Голос Божий У него Должна Будет Спрага Спрага Один Австрийский Философ Сказал Что Жажда Есть доказатель Существа Воды Если Мы Жаждуем Если У нас Есть Моя Бутин Нечто Который Должен Погасить Эту Жажду Это Вода Ни Компотом Ни Киселем Ни Водкой Ни Чем Ни 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 Его Надо Гасить Только Водой И Поэтому Друзья Вот Эту Жажду Спрагу Должна Иметь Однажды Когда Я Вел Сваду Однажды Я Спросил Такое Вот Такое Я Спрашивал Говорю Что Уявите Себе Что Вы И По Пустине И Тут Вдруг Вы Побачили А Вы Так Пить Хочете Ну Вообще Не Можно Ветер Моты И Вдруг Бачите Там Издалека Иде Иисус Несет Кувшин Воды Что Вы Захотели Б Вот Что Вы А Я Вас Питаю Что Вы Захотели Б Вы Бачите Иисус Точно И Несет Кувшин Воды Что Вы Хотели Вам Бачите Так Некоторые Думали Что Они Хочут Воды Воды Нет Одна Женщина Стояла Беломена Я Не Кажем Он Не Верующая Она Казала Я Хочу Иисуса Друзья Коли Мы Будем Хочеть Иисуса У Нас Будет Хлеб И Вода И Все Решта Потому Что Иисус Это Мой Творец Это Ваш Творец Это Наш Творец И Он Николи Нас Голодным Не Залишит Николи Раздетым Не Залишит И Коли Мы Будем Проситы Вин Заждет Аст Нам Витков И Знаете Цей Захей Будучи Богатым Человеком Начальником Великим Знаете Он Хотел Видеть Иисуса Для Него Не Был Ни Ни Преград Ни Перешкода Не Было У Него Было Одно Желание И Что Вин Делал Кто Помнит Знает Скажите Мне На Дерево Залез Дерево Дерево Там Стояло Как раз Дерево Знаете Что Интересно Он Мало Того Дерева Он Знал Куда Пройдет Иисус Я Не Думаю Что Там Одна Была Дорога А Левин Знал Куда Пройдет Иисус Скажите Хиба Сегодня Мы Проповедуем Иисуса Хиба Мало Людей Знает Что Мы Проповедуем Но Не Хочут Они Не Хочут Они Проявляют Бойдужность Мне Очень Нравится Когда В прошлый Раз Мы Вчера В Субботу Сегодня Что На Субботу Четвер Стоп Сегодня Суббота Значит Вторник Мы Раздавали Хлиб На Базаре По Моему И Один Человек Стоял Стоял И Слух Я Говорю Только Молодые Пожалуй Пенсионеры Пенсионеры Отримают Хлиб Он Сказал Я Пришел Только Слушать Знаете Это Теж Великая Перевага Когда Людина Хочет Слух Платить Не Треба Поклоняться Не Треба Не Треба Проводить Какие-то Я Не Знаю Конкурсы Слух Треба Людина Приходит Слух Этот Богатый Человек Захей Начальник Не Дивитель Не Залез Дерево Он Знал Куда Пройдет Иисус Он Залез Дерево И Решил Оттуда Подвиться Может Один Листок А Какое Дерево Он Залез Кто Знает Смоковница Правильно Молодец Видно Что Вы Читаете Слово Божие Он Залез Смоковницу А Вы Знаете Смоковница Где Что Упоминается Библия Вначале Упоминается Когда Адам Семей Согрешили Написано Когда Они Бачили Бога Они Заметили Что Они Наги И Что Написано Припоясали Смоковными Листьями Великие Листья И Захей Залез Дерево Он Думал Что Никто Не Бачит Ему Важнее Чтобы Он Бачил Иисуса Один Листок Отодвинет И Подивится И Посмотрит Кто Он Такой И Смотрите Что Произошло Иисус Когда Пришел На Это Место Взглянул Увидел Его И Сказал Захей Сойди Скорее Ибо Сегодня Надо Мне Будет У Тебе Дома И Он Поспешно Сошел И Принял Его С Радостью Вы Уявляете Эту Картину Он Думал Что Никто Ничего Не Знает Он Думал Что Вин Там Заховался О Самом Теле Бог Бачит Нас Бог Знает Нас Бог Бачит Наши Турботы Нужды Все Режда Что Нас Сегодня Оточат Бог В Себе Дома И Он Хотел Только Увидеть Акак Что Иисус Готов Быть У Него Дома Зайди Скорее Захей Может Вы Знаете Я Зажды Кажу Уявить Себе Захей Залез Дерево Безнатный Человек Богатый Человек И тут Иисус Скажет Захей Люди Думают У нас Один Захей Он 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 Такой Человек Как Он Может Зайти Дерево Они Когда Увидели Наверное У них Не У него Не Была Особливая Обувь Особливая Штани Богатый Человек Что Вы Себе Не Позволите И Когда Увидели Они Наверное Жахнули Захей Они Думали Там Каминное Сердце Они Думали Что У него Глазах Только Доллоды Нет Он Тоже Человек Он Тоже Нуждался И Знаете Когда Он Зашел Знаете Что Сказал Этот Захей Кто Помнит Он Говор Не Помните Что Он Сказал Когда Иисус Пришел К Нему Домой Он Говорит Что Сделаю Отдаю Даже Половина Имене Свое Отдам Нижим Ого Один Наши Захей Хибо Нашем Городе Нимание Одного Захей Что Половину Отдашь Нижим Все Ушли А Кому Я Обидел Четверо Воздал Знаете Когда Входит Сердце Человека Иисус Он Меняется Да Он Переображается Можливо Это Умовно Сказано Аля Людина Стоит Жертвен Людина Знаете Не Только Говорит Он Действует У Него Желание Появляется Подзелиться Тем Что Майя Поэтому Друзья Сегодня Мы Дякуем Семью Олейников Что У них Появилось Желание Подзелиться Жертвовать Чтобы Мы С вами Отримали Хлип И До Хлипа Також Дякуем Предприятие Пасочника Ирина Борисовна Которая Со своей Стороны Она По субботам Нам Бесплатно Доехали Булочки Дуже Смешные Вкусные Свежие Булочки Кожную Субботу Она Дает Нам Эти Булочки Чтоб Мы Раздали Вам И Подяковали Богу Людина Который Знает Бога Он Не Может Быть Бойдужным Он Не Может Быть Безразличным Он Не Может Стоять На Стороне Он Хочет Делиться Тем Что Есть Пенсионеры Подходим Отримаем Безкоштовный Хлив Все Пенсионеры Моют Право Отримать Безкоштовный Хлив Благодарю Фонду Ведвага Я Благодарю Друзья За Захея Что У него Было Широкое Сердце Он Не Заховался Не Прятался Не Сказал Что Я Голый Боссий Он Как Некоторые Люди Сегодня Оформляют Свои Эти Бумаги Пишут Что Ничего Нем Они Не Соромився Он Сказал Половину Отдам Нищим Он Знал Что Его Богатство Это Иисус И Христе И Бог Благословил Его Иисус Сказал Иисус Говорит Нине Пришел Спасение Дому Сему Потому Что И он Сын Авраама Ибо Сын Человеческий Пришел Для Чего Для Того Чтобы Взыскать И Спасти Что Загинуло Дорогие Друзья Дай Бог Всех Нас Благословит Мы Зараз Будем Молитвы Молитвы И Обращение К Богу Своими Словами Своими Устами Мы Говорим Богу Благодарности За Тих Людей Которые Жертвуют За Тих Людей Которые Нам Запомогают И За Служение Наше И За То Что Нашей Стране Мир Безмятежное Життя Благословенно Мы Будем Благодарить Бога Будь ласков Женщины Покрывают Свою Голову Мужчины Открывают И Мы Молимся Перед Лицем Божьим Творец Небе И Земли Мы Тебе Сердечно Благодарим Господь Цей Субботний День Божий Цей Виходной День Ты Расположил Сердце Нашим Батькам Друзям Господи Прийти На этом месте И отримать Хлиб И то Хлиба Божия Булочки Мы Благодарим Тебе За семью Олейников Господь Благодарим 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 Воздай Старицу Твою Божию Благодарим Ирину Борисовну И Андрею Николаевичу За их Семейный Бизнес Господь Благодарим Что они Могут Жертвовать Господи Для этого Служения Благодарим Благодарим Тебе За наши Друзей За Оксану Павловну За всех Наших Друзей Которые Потримуют Нас Помогают И Благодарим За все Примещили Подяков Один Достоин Славы Хвали Наш Вешний Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь Хорошо Друзья Хай вас Благодарим Пенсионеры Проходим 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 В дальнейшем Мы будем Стоять Тут Мы Никому Не мешаем Тут же Взручное Место Правда Еще раз Приглашаем Пенсионеров Пенсионеров Которые Ходят Отримаете Безкоштовный Хлив Удастся Не соромитесь Приходите Отримаете Благодарение Фонда Ведвага Зараз Идет Раздача Житом Хай Бог Всех Благословит Продолжение следует Все Доброе Раздача Житом Напоминаю Друзья Чтобы Вы Повторно Нам Говорили Отримают Хлеб Только Один Человек Одну Булочку Хлеба И все Не надо Просить Ни за Кого Не надо Просить Ни за Кого А что Кто-то За кого-то Переживает Свой Хлеб Отдает Уму Человеку И все Потому Что Я Верю Я Не Сомневаюсь А кто-то Будет Обманывать Меня А зачем Я Не должен Ему Верить Я Муж Всех Верить А чтобы Не было Таких Мы Говорим Только Отримайте Которые Сюда Приходят Сами Все Пенсионеры Отримают Бескоштовный Хлеб Каждую Субботу Два Часа Дня На этом Месте Все Пенсионеры Отримают Бескоштовный Хлеб Следующую Субботу Два Часа Будь Ласка Что У вас Соседов Не Мач Прогласите Ваших Соседов Знакомых Сваты Родных Близких Так Прошу Прошу Подходите Отримайте Там Стой Лицом Ко мне Так Все Подошли Отримали Хлеб И Булочки Благодарим Фонду Витвага Мы Находимся На Кавказке 15 Ход Со Двора Приходите Некоторые Мне Сказали Что Они Были С Обратной Стороны Там Мормоны Туда Не Ходить Ходить До Нас У Нас Мы Ходим Со Двора Подвал Примещение Каждый День Десять Утро Будь Ласка Приходите У Нас Два Часа Постой Слово Божие Обед И Одеться Обуться Миться Бриться И Тому Подобнее Вы Можете Отримать Хлеб Черный Белый Сер Батоли Хлеб Отримают Пенсионеры По Возрасту Тоже Да Хай Бог Поможет Пожалуйста Все Отримают Горячий Хлеб Пенсионеры Отримают Горячий Хлеб И Булочку Так Вы еще Подошли Не Я Не Буду Дякую Не Будете Мы Пенсионеры Даем Пенсионерам Даем Бескожжетный Хлеб Ну Слава Богу Тоже Хорошо Мы Рады Что Больше Таких Людей Что Могли Сами Куплять И Раздавать Еще Да Дякуем Вас За Вашу Честность Так Собаку Не Трогать Потом Будете Хлеб Ест Не Трогайте Собака Давно Не Мита Не Пока Саты Не Мал Возможности Ехать Времени Так Будляска Отримаем Все Кого Знакомых Друзей Хай Придут Да Конечно Будь Ласка Что Да Так Такое Дима Всем Пенсионерам Бескожжетный Хлеб Куда Вы Бежите Талоны Хочете Так Идите Встаньте Очередь Доброе Все Пенсионеры Отримают Бескожжетный Хлеб Каждую Субботу Два Часа На Чем Месте Будь Ласка Не Забывайте Приглашите Собой Знаемых Друзей Соседов Вас Сегодня Обслуживает Наш Завхоз Оксана Главацка Недавно У нее Было День Рождения До Сих Пор Улипка Не Отходит От Лица Все Можете Сказать Когда вы сюда Прошли На каком Часу На какое Время Сюда Прошли 8 9 10 11 12 Час Дня Спасибо Доброе Дякую Доброе Воистину Воскрес Дайте Адрес Визитка Кавказская 15 Там Адрес Я Не знаю Не знаю Приходите Заходите Что Нема Ну Тож Не Приходите А Мы Кто Тоже А Мы Сходим Туди Ну То Что Богу Благодарит Вы Шукаете Бога А там Ходить Туда Сюда Треба Ей Верьте Богу Доброе С Богом Оставайтесь Я думаю Ще Все Не Хорошо Хай Бог Благодарит Доброе Следующий Субботу Будь Ласка Все Доброе С Богом Хай Бог Благодарит Так Свежий Горячий Хлеб Берите Хай Бог Благодарит Так Почу Улипка От вас От лица Не отходит Пакета Немал У вас Есть Есть Он Сейчас Дочка Поможет Обложка Иди Поможи Че Вы Дивитесь Иди Я уже Думаю Уже Мне Помог Нет Я вас Сниму Как будто Вас Сниму А вы Есть Что Вы Боет Но Это Наше Справа Это Наше Служение Мы Мы Снимаем Мы Радуемся Люди Нас Спонсируют Мы Показываем Что Эти Финансы Мы Не тратили Карманы Брали Мы Раздаем Людям А вы Радует Что Ваша Мама Сегодня Пришла И С нами Мало Смелькувание Доброе Хорошо Умница Да Люди Часом Удивляют Че Вы Снимаете Как будто Мы Трагедию Совершаем Убивают Люди Один Одного Снимают А мы Раздаем Хлип Снимаем Для Для наших Спонсоров Для Людей Чтобы Действительно Это Служение Реально Мы Не только На словах Говорим А это Реально Жизнь Так Вы Толоны Майте Вкиньте Житоны Все Женщины Вы Отремали Майте Да Мы Приглашаем Мы Уговариваем Мы Просим Сим Тут Нема Значения А Как Так Приты Стоят Вы Не Отремали Бурнаска Даем Всем Без Разницы Главное Что Он Пенсионер По Вику Все Мы Покупаем Хлеб Ведь Предприниматель Пасочника Пирогов 12 Кажется Это За Не Перед Отсюда Ехать Перед Переездом Налево Там Есть Пекарня Дуже Смаченный Хлеб И Мы Каждый Раз Берем Хлеб Оттуда И Они Сегодня Жертвовали Булочки Без Каштовно И Вам Жетоны Надо Дать Вы Думали Жетоны На Долина С Концами Да Ну В Скором Времени Будем Раздавать Наверное Чтобы Собой Взяли Пришли Так До Здоровья На Здоровье Все Пакеты Надо Взять Пакеты Собой Чтобы Чтобы А У У Соседей Разберем А Другой Раз У 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 Разберем Но Мы Пакеты Даем На Все Время Благодарите Хай Бог Благословит Вас На Здоровье Хай Бог Поможет Укрепить Дашь Силу Дякую Дякую Бог Так У Нас Хлеб Уже Ше Трошки Ше Трошки Так Пенсионеры Отримают Бескоштовный Хлеб Пенсионер Вы Пенсионер Идите Хлеб Отримайте Хлеб Бескоштовный Отримайте Подойдите Не бойтесь Бескоштовный Хлеб Всем Пенсионерам Подойдите Подойдите Не бойтесь Вы, бачу, проходите мимо. Мы каждую субботу здесь раздаем безкоштовный хлеб. Подойдите, берите хлеба, булочки, какую хотите. Берите жетон, жетон возьмите. Вот жетон отдайте ей. Слава Богу, брат. Вы будете сюда и выезжать? Да. Мы хотим палаточку поставить. Чего бы задом достичь? Да, чтобы мы вам не заважали просто. А чего оставьте, я сейчас придумаю. Да? Так, пенсионеры, будь ласка, все пенсионеры по вику отримуют безкоштовный хлеб. А там написано прізвище ваше. У Кося, правильно. Дуже гарное имя. Я перепрошую, жінки. Гаяне. Гаяне. Я думаю, какое самое популярное вирменское имя? Гаяне. Шаганет и моя Шаганет. А, о, важно, есть такое. Но они похожи. Хорошо. Добре. Так, по черге. Это ж хозяйка. То, что я не знаю. Она наша сперработница. Она сперработница. Так, вы не отримали? Так, будь ласка, жетоны. Пенсионеры, только пенсионеры по вику. Вы пенсионер? Ну, почти. Вот, почти не проходит. Вы можете быть пенсионерами по вику. Мы раздаем хлеб пенсионерам по вику. Вы пенсионер? Конечно. Хай вам Бог помогает. Добре, дякую. Дякую, дякую. Пенсионеры по вику отримают бескоштовный хлеб. Мы поменяли место трошки, чтобы тут на дорозе был. Пенсионеры по вику отримают бескоштовный хлеб. Дедушка, вы не хотите хлеба? А чего вы не берете? Так, у нас сейчас залишилось 2, 4, 6, 7, 6 хлеба все. 6, 2, 4, 6, 7, 7. 8. Где 8? 7. А, это порезан еще один? 8. Да, 8. Еще 8 пенсионеров. Еще 8 пенсионеров. Так, ну что, друзья, мы на сегодня заканчиваем наше служение. Уже майже хлеба не залишился. Сегодня суббота. Дякую Богу. Люди начинают, потихоньку подходят. Благодарим Богу, что за этот час мы уже, 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 скоро будем. Мы раздаем свой хлеб. И мы дякуем, когда люди задоволены, радуются, приятные. Хоть маленько, но приятно. Поэтому захочу всех наших зрителей, всех, кто дивится на нас, кто бачит наше служение. Хай вас Бог благословит. Особенно мы дякуем семье Олейников за их поддержку. Наше служение предприемства Пасочника за поддержку тоже за пироги. Благодарю всех вас, друзья. Будь ласка, прошу, подписывайтесь на наш канал, в фейсбуке. Хай всех вас Бог благословит. Сегодня с двойку стану Косян и Оксана Главацкая. Самая наикрашная. Уважаем вам пустоту жизни. Я говорю. Субтитры подогнал Игорь Негода.